Асфандияр хан, хивинский хан в 1910-1918 годах, 12-й правитель из узбекской династии кунгратов в хивинском ханстве. Биография. В 1910 году после смерти своего отца Мухаммада Рахимхана Двух к власти в хорезме пришел Асфандияр хан. В отличие от отца, он не отличался особыми дарованиями. При его правлении большую роль в государстве играл просвещенный визирь, премьер-министр Ислам Хаджа. На его средства в хиве были построены хлопко-очистительный завод, больница, аптека, почта, телеграф, светская школа. В 1908-1910 годах, Ислам Хаджа построил на юго-востоке Чанкал-энсамбль, состоящий из самого маленького медреси и самого высокого минорета хивы. Ислам Хаджа позже был убит не без ведома Асфандияр хана император Николай II на граде Асфандияр хана орденами С.В. Станислава и С.В. Анны. Асфандияр хану в 1910 году было присвоено звание генерал-майора Российской империи. В 1911 году зачислен цвету его величества. В 1913 получил от императора Николая II титул высочества. Февральская революция в России оказала влияние и на хивинское ханство. 5 апреля 1917 года младохивинцы предъявили Асфандияр хану требование о проведении реформ. Хан вынужден был обнародовать манифест, в котором обещал создать представительный орган «Мажлис», в состав которого входили и младохивинцы. Власть хана ограничивалась председателем «Мажлиса» был избран младохивинец ББА «Хунь Салимов». Однако в дальнейшем ситуация обострилась, и верх взяли реакционные силы. В результате правительство младохивинцев было свергнуто, а реформы, объявленные в манифесте, отменены. В это время в Хиву вернулся предводитель туркменского племени Дждунайт хан, который был назначен командующим вооруженными силами ханства. А вскоре сосредоточил всю власть в своих руках, политика в области культуры. В эпоху правления Асфандияр хана в Хиве были построены новые медреси и мечети. В 1912 году была построена приемная Асфандияр хана. Это был отдельный корпус в комплексе дворца на Урулабай, в котором были размещены несколько парадных залов разной формы и среди них – тронный зал, отделанный в духе русского модерна. Хан Асфандияр заказал многие элементы оформления этого дворца на Петербургском императорском фарфоровом заводе. Фотограф и первый узбекский кинорежиссер Худайберген Диванов снял первый узбекский документальный киносюжет о выезде на фаэтоне Асфандияр хана с наследником в 1910 году. Смерть. В 1918 году Асфандияр хан был убит в ходе государственного переворота людьми Дждунайт хана во дворце Нурулабай. И на престол был возведен его малолетний брат Саид Абдуллахан. Реальную же власть получил Дждунайт хан. Наградой – Орден Святого Станислава I ст. Бриллиантовый вензель его императорского величества Николая II. Орден Святой Анны I ст. С бриллиантами – Орден Белого Орла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова